ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, щерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел сверельщиков и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух осем по всей земле той. В сегодняшнем евангельском отрывке повествуется о двух чудесах, совершенных Господом Иисусом Христом еще в начале его земного служения. Однажды ко Христу подошел некий начальник и попросил его, дабы он исцелил его умиравшую дочь. По замечанию других евангелистов, указанным святым апостолом Евангелистом Матфеем, начальником был начальник одной из иудейских синагог Иаир. Господь согласился пойти с этим человеком, и по дороге к умирающей девочке произошло еще одно чудо. Некая женщина, страдавшая на протяжении 12 лет кровоточением, веря, что Христос сможет ее исцелить от такого тяжкого недуга, подошла сзади и прикоснулась к его одеждам. И от такого прикосновения кровоточение женщины чудесным образом прекратилось. По законам того времени, женщина, прикоснувшаяся ко Христу, должна была быть побита камнями, так как любое кровоточение делает человека нечистым. А нечистый не мог находиться в обществе людей и тем более прикасаться к ним, потому что такое прикосновение предавало нечистоту другим. Христос же не осуждает женщину, но, наоборот, хвалит ее. Он говорит ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Когда же Христос приходит в дом Иаира, он видит, что девочка уже умерла. При этом он поддерживает Иаира и говорит ему, не умерла девица, но спит. Данные слова Господа, несмотря на всеобщий плач и горе, вызвали у присутствовавших в доме Иаира людей смех. Но Господь, изгнав всех из комнаты, в которой находилась девица, взял ее за руку и девица ожила. Тем самым Господь Иисус Христос показал, что он не просто великий учитель, но Бог, имеющий власть над жизнью и смертью. Вникая в сегодняшний Евангелие, может возникнуть вопрос, почему Господь не исцелил дочь Иаира на расстоянии, одним своим словом, как он это сделал ранее со слугой римского сотника. Блаженный Феофилак Болгарский, отвечая на этот вопрос, пишет, «Христос исцелил дочь Иаира именно таким образом, для того, чтобы открылась вера Иаира, которая, возможно, была еще слаба. Если бы дочь Иаира исцелилась на расстоянии, тогда Иаир, возможно, приписал бы это обычному выздоровлению. Но Господь не покидает Иаира ни на минуту, и тем самым все более и более укрепляет его веру. Именно поэтому, как замечают святые отцы, в присутствии Иаира происходит и другое исцеление – исцеление кровоточивой женщины, дабы Иаир поверил, что для Христа нет ничего невозможного. Из услышанного нами сегодня Евангелия мы можем извлечь одну очень важную истину – только верующий может получить помощь от Господа. Нет такой скорби, нет такой беды, какую бы ни мог уврачевать всемогущий Господь. В каком бы тяжком положении мы ни находились, нам не следует унывать и отчаиваться, а надо надеяться на силу и милосердие Господа. Вера – это дар Божий. Веря мы должны всем сердцем обратиться к Господу, довериться Ему. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о силе веры, говорит, «Вера открывает даже врата смерти, заключает небо, изменяет пределы природы, укращает силу огня, обращает пламень в росу и притупляет жало смерти». Но в то же время для того, чтобы наша вера была действенна, необходимы определенные условия. И это условие, по замечанию преподобного Исаака Сирина, предельно просто. Дом веры – это не что иное, как кроткое, простое сердце. Для того, чтобы вера имела силу, человек должен иметь чистое сердце. Помню об этом, мы должны также стараться иметь кроткое и простое сердце. Ведь только в таком случае все наши молитвы будут услышаны Богом, и Бог обязательно даст нам то, что необходимо для нашего спасения и унаследования нами вечного блаженства.